мы продолжаем программу с 1500 бесед с леной ворновой как жить без обид сегодняшняя тема и мы говорим о тех кто называется от ролями понятное дело что есть и фабрика троллей и это используется пропаганде но те тролли которые не осознают что они делают почему они испытывают кайф от того что унижают оскорбляют в чем вообще смысл вот этого я не понимаю вообще сути подобных поступков по одной простой причине нахожусь уже на другом уровне сознание когда ты находишься в состоянии капризного ребенка ты начинаешь капризничать чтобы тебе уделили внимание например взрослые разговаривают между собой а ты в это время приходишь и гришь ну пойдем поиграем пойдем поиграем под и все и тебе не важно важный разговор у взрослых нет тебе важно чтобы тебе лично уделили внимание вот это капризные дети для меня которые перейдя границу 18 лет остались в состоянии пятилетних детей то есть ты хочешь сказать это не реализованная психологическая конструкция личности да да это не понимание того что происходит на самом деле и не желание разбираться в этом а желание высказать свое мнение как у шарикова но в таком случае здесь звучит признак отсутствия эмпатии когда ты не можешь ретранслировать на себя или не желаешь осознанно да и мне кажется здесь важна эмоциональная составляющая где вот эта эмоция что ты делаешь как ты считаешь если в другой стороны посмотреть а как же можно помочь этим троллям можно помочь только одним научить их понимать по каким законам живет земля по каким законам живет человеческое общество отлично вот подскажи тогда вот как это можно образно конечно собрать я понимаю что эта тема отдельная передача но ты же все-таки мастер слова есть правило жизни на земле и в каждой в каждом течение будем так говорить либо в каждой конфессии она высказывается примерно одинаковыми словами но у нас немножечко сбит прицел в христианской вере к сожалению православии потому что не убей не укради хорошие основы великолепные там не обманывай но есть особенностью нашего мозга такая у нашей структуры вот этой мыслительной она старается выкинуть слой вот это словечко не и получается что такое двойное действие если мы возьмем арийские или славянские заповеди там было сказано о том что например делай другому то что хочешь чтобы делали тебе они не делай наоборот и вот такие как бы вот эта оборотная сторона она начала менять основу многих людей есть многие разумные люди которые разбираются в этом и быстро перестраиваются что называется есть люди которые не разбираются и идут вот в состоянии этого извините за мысль плохое слово скажу в состоянии стада кто-то где-то сказал мне понравилось я тоже повторю только не тут повторю а там чтобы там думали что я первоисточник но ты знаешь это очень важная тема на канале этого экстра мы регулярно показываем передачи которые заставляют думать или способствуют этому процессу и здесь момент такой что конечно стоит выстраивать свою речь что делать без частички не да не провоцировать это думание мне кажется что эта мысль здесь коррелирует с тем что для духа нет невозможного и он просто автоматически отбрасывает эту конструкцию ну как же так все же возможно значит можно сделать и так и так и так ну вот в таком автоматическом режиме продолжая говорить о тех кто занимается хейтерством это ненавистничеством перевод такой ну аналог троллинга есть очень много комментариев когда люди просто вмещают злобу да неважно как какая новость хорошая нехорошая а все равно вот так им и надо вот такие они негожи а уродины и так далее в общем все весь спектр негативных эмоций которые помещают иногда почитав таких комментарий вообще не хочется читать никаких комментариев потому что в этой массе они тонут что происходит с людьми давай так другой уровень ведь таких людей много еще которые пишут вот такого рода комментарии и наверняка всем достается я имею виду всем кто работает знаете с одной стороны денис у меня есть такой момент который их оправдывает они чем-то занимаются каждому человеку в жизни нужно чем-то заниматься вот они выбрали себе менее будем говорить хлопотную работу кого-то критиковать гораздо проще чем сделать пойти сделать самому даже есть такой смешной слайд очередь за критикой бесконечная очередь за советом там маленькая очередь кто делать ее нету потому что те кто знает что делать они делают они делают да сами поэтому там не нужно ничего и вот этот момент как раз он очень интересно встраивается в жизнь людей самое интересное я заметила вот за 14 лет которые я очень активно наблюдаю за публикой который приходит и общается я заметила такую вещь примерно пять лет троллинга а потом самостоятельное плавание и это это образовательный процесс да и одна из частей образовательного процесса а задача тех кого троллят просто найти какую-то свою базу внутреннюю и понять ты не можешь быть единственным первое ты не можешь говорить то что всем нравится это второе ты не можешь охватить все национальности например потому что у каждого есть своя особенность персонализации вот это вот есть но это абсолютизация ты говоришь о том что абсолютным на земле в человеческом теле невозможно просто невозможно это нужно принять как данность до перестать реагировать то что все равно будет происходить это процесс обучения и тех кто на тебя до твоего собственно твоего собственного если ты получаешь троллинг значит ты его по каким-то причинам заработал так просто ничего не бывает все справедливо в мире если ты заработал твоя задача отреагировать на это правильно или опять же это топливо для твоего движения вверх да чаще всего критики кстати порождают гениальное произведение следующие у авторов когда происходит вот как это опускание до самого плинтуса а потом поднимание до небес ну тогда следующий вопрос как же разделить здравую критику от просто потока мысли которая льется у тебя есть какие-то критерии когда те пишут или какие-то сообщения приходят у меня нет критерий мне просто слишком мало последнее время меня последнее время любят может быть это ответ для зрителей когда приходит поток ну и не поток опять же как разделить что-то здравая критика который стоит переработать принять который отзывается также что что-то не то либо от того что просто тебя пытаются собрать излишки твоей энергетики вот это кстати тоже они очень любят кормиться чем-то полезным таким чаще всего люди разумные они действительно разумные вещи пишут например когда начала выставлять стихии на стихиру и у меня там было несколько таких странных фраз так получалось что человек находился под конем и вы там что-то взброем под конем и конечно же когда мне это написали я посмотрел логику логику стихотворения и поняла что действительно я получилось так что посадила человека а сверху на него коня посадила когда вот такие вещи идут конечно конструктивно тут же переписываешь и говоришь спасибо тебе родной что ты это заметил не перечитала виновата виновата да я согласна все я заглажу свое вино я поменяю эти фразы спасибо вам огромное счастье когда вот это происходит это конструктивно когда происходит как-то по-другому и когда не разобравшись человек человек начинает тебя ругать а он не знает тебя у меня часто бывают такие интересные вещи когда человек послушав несколько трансляций вдруг начинает думать что я его подружка то есть я так общаюсь что я становлюсь подружкой родным человеком меня часто леночкой называют и следовательно со мной нужно говорить так же и начинается вот это понебратство давай там ленуха приезжай к нам мы тут прям с ним поговорим за тоже своего рода другой уже троллинг то что а я вот там своим братухам расскажу что я тебя знаю и ты вот в живую по покажешься там руку всем пожмешь не думая о том что например у меня нет времени ездить по братухам я каждую минутку сохраняю для того чтобы что-то написать сделать создать уроки либо ну да это ценность времени и она ограничена у тех людей кто занимается именно таким массовым творчеством работает со словом смыслью